Лидер Приднестровья Евгений Шевчук заявил об отсутствии необходимости изменения формата миротворческой операции в регионе. В настоящее время миротворческую операцию в Приднестровье осуществляют совместные силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и 10 военных наблюдателей от Украины. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и контрольно-пропускных пунктах, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Ранее временный поверенный в делах Украины в Молдавии Геннадий Алтухов заявил, что существующий формат военных миротворцев вряд ли способствует урегулированию Приднестровского кризиса и что замена формата миротворцев с привлечением большего количества международных экспертов стало бы более действенным шагом в урегулировании конфликта. «Наша принципиальная позиция в условиях, когда мы не можем найти консенсуса по целому сегменту важнейших элементов взаимодействия в сфере экономики, в вопросе перемещения граждан, трансформация миротворческой операции неблагоразумна. Это может создавать фундамент для очередной войны», — сказал Шевчук в понедельник на пресс-конференции. Он напомнил о существующей договоренности, что пересмотр механизмов миротворческой операции будет происходить только после того, когда будет найдена всеобъемлющая формула политического урегулирования конфликта между Тирасполем и Кишиневом. «Мы очень рассчитываем, что наши молдавские партнеры будут последовательны в этих вопросах и не будут создавать дополнительных проблем, которые впоследствии могут дестабилизировать ситуацию», — подчеркнул Шевчук. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Продолжение следует...